С следующего собеседника к нам присоединяемся, сразу чего тянуть. Тарас Загородний, политтехнолог, будет отвечать на наши вопросы в ближайшие 10-15 минут. Тарас, здравствуйте. Добрый день. Давайте оттолкнемся от сюжета о тактике замалчивания в Российской Федерации, всего, что происходит неприятного с войсками и так далее. Вы уже обратили внимание, какая реакция на события двух последних дней? Я имею в виду морской бой, который устроила Украина, Российской Федерации. Вчера десантный корабль, сегодня танкер. Молчат или кричат? Кричат только в пабликах ограниченных, потому что я пока не вижу такой неофициальной реакции даже от Кремля, ни даже Министерства обороны. Ну, замалчивают, потому что... Так о чем говорить-то? О том, что уничтожаются военные корабли, о том, что далеко, кстати, от берегов Крыма и вообще от подконтрольной Украины территорий на данный момент. И понятно, что разные... Они пытались отыграть эту версию, особенно с атакой на десантный корабль, тем, что это не Украина ударила, а Турция. То есть там слишком далеко было идти, там откуда-то запустили. Ну, в общем, традиционные рассказы о том, что это не Украина и бомбит, а то, что это против них работает НАТО. А турецкий посол уже выслан тогда? Не, ну это было на уровне этих, это было на уровне этих фантазий, этих военкоров, это так, на уровне пропаганды. Понятно, что официально об этом они говорить и не будут. Даже если бы это Турция была, понятно, что они не отреагировали, потому что Эрдоган такой человек, что он может еще добавить, если что-то будет против него сделано не так. И, соответственно, конечно же, боязнь, конечно же, как замалчивание, как и ударов по Москве, так и ударов по Черноморскому флоту, и, понятно, еще ударов по танкерам. Это же и сегодня же наше командование объявило, что эти зоны являются опасными для судоходства, и это очень правильный шаг, потому что я считаю, что Украина вообще должна прекратить работу этих портов. Через них идет огромная в действительности трафика, нефтяной трафики, зерновой трафики, импорта очень много заходит. Поэтому если нет наших портов, то нет и ваших портов на Черном море. Возможно, что даже и на Балтийском море что-то может случиться, а кто сказал, что там такое же не может случиться. Вот на удар по танкеру отреагировал, естественно, отреагировал Медведев, бывший президент России, он не мог, наверное, пропустить такой момент, чтобы высказаться у себя в соцсетях. Он, как обычно, пообещал возмездие, сконцентрировался на западе Украины. В связи с этим хочется спросить, какая роль вообще у Медведева в этой пропагандистской машине российской? Есть ли у него она отдельная или он просто просыпается, что-то пишет и что? Ну, смотрите, Медведев, его такой истерический стиль, я больше связываю с личной позицией Медведева, и она связана с тем, что Медведев не хочет умирать. Объясняю почему. Потому что Медведев понимает, что грядет все-таки уход Путина, грядет большая драка за власть, а поскольку он был президентом, он для потенциального преемника Путина очень опасен, как потенциальный претендент на власть. И поэтому он вот так вот предельно косит под идиота, сжигает все мосты с Западом, для того, чтобы его просто оставили в покое, чтобы он спокойно мог жить. Другого объяснения у меня нет, потому что я не думаю, что он такой идиот, что он так себя ведет. Ну, понятно, он как-то показывает, якобы показывает лояльность Путину, но в действительности он решает собственную задачу, чтобы не попасть под каток репрессий, либо не проснуться один раз утром, а голова, например, в тумбочке находится. Потому что, опять же, он в российских реалиях, тот человек, который хотя бы как-то может принцессировать на власть, он часто не выживает просто. Знаете, Тарас, мы часто говорим о том, что российская пропаганда в первую очередь рассчитана на внутреннюю аудиторию, что никто в этот бред, кроме самих россиян, не поверит. Но пропаганда работает и на внешнюю аудиторию. В этом контексте хотелось бы вспомнить фильм про Бучу, который недавно сняли россияне, называется «Свидетель», где все, естественно, с головы на ноги или наоборот поставлено. Вот скажите, пожалуйста, как Украине противодействовать этому и возможно ли? И какой эффект фильм «Свидетель» может произвести на западную аудиторию? Подействует ли эта попытка исказить правду в очередной раз? Ну, сам по себе этот фильм, конечно, никак не будет воздействовать, так же, как и не будет работать на внутреннюю аудиторию. Но как источник условно-объективной информации он может работать. Ну, например, вот часто вот есть такой Такер, это бывший ведущий Фокса, которого выгнали как раз с Фок Ньюс. Он работает на «Трампийское крыло» республиканской партии. Вот он может вот этот фильм ретранслировать от своего имени, у него в действительности огромная аудитория, ретранслировать от своего имени, чтобы показать, что это вот документальный. То есть вот сказать, что вот фильм снят, смотрите, как это происходило, в действительности это так было. Ну, опять же, тоже вопрос, потому что Такер, это же такой тоже человек. Он, я думаю, понимает, что за некоторые красные линии заходить нельзя. И полностью вот отрицать наличие преступлений российской власти в Украине, ну, будет очень сложно. А если не будет таких людей, как Такер, либо других разгона, то оно, как было, так и умрет. То есть оно где-то отмыли деньги, там посмотрело два с половиной человека на стриминговых сервисах, половина из которых будут авторы этого фильма, и то под вопросом. Поэтому это, конечно же, метод. Но как накопительный эффект, если они будут продуцировать эти фильмы достаточно качественно, оно, в конце концов, конечно же, может выстрелить. Наша задача, конечно же, создавать, отражать свое видение того, что происходит. Должны быть свои фильмы, должны быть свои документальные передачи, переведенные, конечно же, на иностранные языки, на разные аудитории ориентированные и так далее, и так далее, и так далее. Потому что идет, конечно же, информационная война, и россияне все-таки, они достаточно качественно умеют проводить информационные войны. Тарас, а как нам отражать так называемые экспертные мнения в западных СМИ? Вот не успело что-то бахнуть в новороссийском порту, как Financial Times уже сразу же написала, ой-ой-ой, это может вызвать недовольство руководства Соединенных Штатов Америки. Ну, слушайте, это туфта, сразу говорю. Почему? Потому что Соединенные Штаты Америки еще полгода назад, в принципе, дали отмашку Украине бить по территории России с одним условием, чтобы не использовали западное оружие. В принципе, если вы видели комментарии даже ударом по Москве, там как американцы сказали, ну, мы не поддерживаем, ну, Украина сама должна выбирать эти цели на территории Российской Федерации. Ну, в переводе с дипломатического, лупашьте дальше, главное, чтобы наше оружие там не использовали. Касаемо Черного моря, после атак на украинские порты, на украинские корабли, мы же атакуем в территориальных водах Украины, в территориальных водах Украины. Сегодня же было вот заявление господина Малюка, это же его спецоперация с этими дронами, они еще в прошлом году начали это делать в бухте Севастополя. Сейчас сказал, ну, бавовны будет больше, тем более, что это территория Украины. Территориальные воды, это же Керченская протока. А касаемо других вот сегодняшних заявлений, да, там же в Новороссийске есть военная база, там военные корабли, там мы объявили это зону повышенного риска и так далее, и так далее, и так далее. То есть, кто там будет что говорить. Для американцев это же не является таким вот ключевым, ключевым таким трафиком, их больше интересуют шалости, которые делает Китай в Южно-Китайском море. А тут, если начались удары, я думаю, что это как раз и была негласная отмашка. То есть, мы запросили, нам пожали плечами, ну, делайте, что хотите, защищайте свои порты. То есть, мы когда поясним, что это тоже переговорная позиция в отношении зерновой сделки, если хотите так переговариваться, то будем так переговариваться. Как знаете, как говорил Аль Капоне, добрым словом и пистолетом всегда можно достигнуть больше, чем добрым словом. И вообще, я считаю, что Украине нужно вообще прекратить отгрузку порта Новороссийска, уничтожать там нефтяные терминалы и экспорт зерна и все, что с этим связано. Но они же уничтожают наши порты, почему мы не должны это делать? Это законно является целью. Ну, если подобные происшествия, назовем их так, будут продолжаться в акватории Черного моря, то, наверное, так дойдет и до возобновления зернового соглашения? Возможно, Россия на это пойдет? Да, более того, я считаю, что Украина должна, как не только зерновое соглашение, Украина под аккомпанемент ударов по России вообще должна проводить уроки, этот переговор о вступлении в НАТО. То есть позиция такая, ребята, мы будем, если кто-то на Западе, если какие-то там есть политики, которые рассматривают Россию в качестве потенциального соратника в борьбе с Китаем, ребята, не-не-не, да, не-не-не. Мы вот будем бить по России, для этого нужно, собственно, и, конечно же, ВПК, массовое производство и ударных дронов и так далее. Мы обещаем, обещаем, что после вступления в НАТО мы перейдем в другой режим. Ну, не публично, а там просто будут выезжать группы и искать военных преступников. Кто-то, опять же, будет получать производственную травму, несовместимую с жизнью. Но зато бить по территории России не будем, и по портам, да, но принимайте в нас НАТО. Если нет, ну тогда мы будем защищать себя сами и решайте эти вопросы уже вне нашего контекста. Тарас, а насколько вот эти события, последние повреждения большого десантного корабля, удар по танкеру, влияют вообще на имидж и силу власти российской внутри страны? Как бы ни пытались пропагандисты объясняться, говорить, что у них все так страшно. Понятное дело, что люди же на самом деле понимают, что это приход войны на территорию России, то, о чем говорил украинский президент. Как это отображается на Путине, на его силе? Это, конечно, ну знаете, когда тащат десантный корабль два часа в акватории Новороссийской, который накрынен, да, знаете, вызывают много вопросов по поводу силы Черноморского флота и вообще российской армии. Конечно же, это подтачивает доверие к Путину, это подтачивает недовольство военных, так, которые понимают тупиковость вещи, они понимают, что такими темпами у России и вообще скоро боеспособной армии будет недостаточно, чтобы защищать вообще российские рубежи. Это, конечно же, качает и непосредственно Путина, потому что он же обещал россиянам безопасность в обмен на свободы. А теперь нет ни свободы, ни безопасности. Вот, Россия показала свою неспособность, более того, угроза перекрытия, гигантских убытков в действительности от перекрытия вот Новороссийского порта. Почему? Потому что у России же не так много незамерзающих портов, да, через которые можно экспортировать, например, нефть. Ну, например, как везти нефть в Индию, которую они продают? Там, теоретически, возможно, через Дальний Восток, тоже под вопросом еще довезти надо. А есть возможность только через Балтику, и есть возможность, ну, точно незамерзающий порт, это Новороссийск, потому что это Черное море, Южное море. А если его не будет, то это упадок экономики региона Краснодарского края, это очень богатый регион, один из центров России. Вот, рост недовольства бизнеса, невозможность экспортировать, удорожание экспорта нефти, например, если они через Балтику ее будут везти. Ну, представляете, это через всю Европу надо обминать, заходить в Средиземное море, Суэцкий канал, а потом только Индия. А так они, например, по нефтепроводам перегнали нефть, казахскую нефть в том числе, кстати, да, а перегнали по нефтепроводам, вышли из Черного Средиземного моря, и сразу там почти рядом Суэцкий канал, и дальше Индия. То есть транспортное плечо-то растет, и, соответственно, таким вот образом растут издержки государства. Тарас, Украина, конечно, не взяла пока на себя ответственность за произошедшее в Черном море, но как это усиливает наши позиции, ну, скажем, вот на мирных переговорах Саудовской Аравии? Ну, усиливает, конечно. Мы показываем, что даже если там это собралось для того, чтобы кто-то еще думает, что Украина собирается сдаваться и не следовать плану Зеленского, ну, вот вам аргумент, вот вам аргумент. Будут бить, будем бить, и дальше будем бить, уничтожать их. Вот, только так это работает. То есть, знаете, тут только тактика Израиля работает, а больше ничего. Знаете, за последние 500-600 лет, в принципе, мир не сильно поменялся. Да, есть дипломатические какие-то выкрутасы, есть какие-то рамки, но, в принципе, тот, кто крутых пацанов, который умеет поставить себя на районе, все уважают и таким людям помогают. Тарас, а что значит тот факт, что Украина официально объявила военную опасность в акватории Черного моря, там, где находятся вот эти российские порты, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Топсе, Сочи, Тамань, сама формулировка, военная опасность для судоходства. Это как бы официальное предупреждение о том, что не стоит там ходить, и в случае, если вы перевозите что-то, что может быть использовано для осуществления военной агрессии, будь то топливо, например, то можно это официально уничтожать, эти суда? Ну, смотрите, ну, во-первых, как-то, я думаю, поубавится желающих туда все равно заходить, потому что это же официальное предупреждение, это раз. Автоматически растется на страховке, да, автоматически растется на фрахта, она сразу ложится и в цену импорта, который идет через Новороссийск, и в цену экспорта, который идет тоже через Новороссийский порт. В подтверждении серьезности слов, вот, СБУ долбануло вчера под Крымским мостом, танкер показали, опасно, опасно, вы же понимаете, и мы вас официально предупредили, что-то будет, не пойдет так, ну, извините, как бы, вот это объявлено, это зона, вот, есть официальное предупреждение, мы же не изверги, мы же не варвары, мы всех официально предупредили, если вы туда заходите, то, извините, это на ваш страх и риск. Слушайте, ну, надеемся, что не за горами объявление такого же положения в воздушном пространстве, а не только морском, России. Спасибо вам большое, Тарас Загородний, политехнолог, в прямом эфире был. Благодарим.